друзья приветствую меня зовут дмитрий меня и сегодня мы расскажем вам как быстро и самое главное выгодно продать свою квартиру для этого нам нужно произвести оценку в первую очередь соответственно как мы это делаем без если мы говорим об оценке объекта недвижимости просто бытовых условиях самое простое что мы можем сделать это воспользоваться интернетом непосредственно такими ресурсами как авито и млс что мы там провести сравнительную характеристику провести сравнительный анализ этого объекта вводим параметры нашей квартиры примерно там двушка-трешка метражу по району и смотрим аналогично объекты недвижимости которые у нас соответственно стоят на продаже и сравниваем да это сравнительная характеристика ну естественно мы отталкиваемся не от одного объекта недвижимости потому что там уже человек продавать там срочно там или могут какие-то проблемы с документами ценник может быть заниженный нужно посмотреть 5-10 объектов недвижимости чтобы как-то сориентироваться по деньгам а дальше уже идут сравнительные характеристики да это качество дома этажность квартиры видовые характеристики качество ремонта и наличие кухонного гарнитура и соответственно планировка наличие парковочного места видовые какие-то характеристики про видовые характеристики рассказал можно разобрать это более подробно будет до близость к метро кстати да 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 если говорить о качестве дома то соответственно какие дома у вас бывает это кирпич кирпич монолит и панель самое интересное это кирпичные дома как показывает на практика панель самые дешевые но не могу сказать что панельные дома самые дешевые как бы есть 137 серия которая очень востребовала санкт-петербург других регионов да там нашли на необъятной страны качество дома планировка соответственно да как все мы знаем то что бывают планировки гребенки да с большим коридором бывает распашонки сейчас самое интересное то что чтоб кухня была там 10 квадратных метров самые ликвидные да 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 средний взвешенный коридор то есть это и не два квадратных метра и не 25 квадратных метров то есть ты считаешь что многие переплачивают за коридор да то есть не полезно плачет я думаю об этом расскажем другой видеоролике сейчас смысла об этом рассказывать нет я считаю что да если вкратце за коридор переплачивать не стоит планировку мы с вами разобрали ремонт ремонт который вы можете оценить но мышь зрителя будет сравнивать квартира которые на рынке представлен по фотографии но фотографии сильно отличаются у нас от реальности как сказано оценивать же наш наш опыт но оценить можно конечно фотографии то есть я не старше не рекомендую это искать квартиру там супер какие-то дорогие ремонты потому что везде используются разные строительные материалы и зачастую человек оценивает ремонт чуть ли не в половину стоимость этой квартиры можно сюда приплюсовать еще и стоимость работать на этом ремонт квартире часто так и делают да 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 наличие парковочного места отсутствие парковочного места детской площадки инфраструктуры я не с вашим домом фитнес-клуб магазины садики школы такого плана отсутствие каких-то негативных факторов это заправка выход окон на кат допустим на к да там на метро какой-то большой гипермаркет супермаркет на завод как это часто бывает петербурге старый там промзал на 3 смотришь в окно ну кресты там все-таки через набережную здесь либо двоякая история может быть вид на вода может быть вид на кресты на то есть там набережной рыбе сперва получается у нас то есть не нужно сильно заморачиваться то есть оценили по основным характеристикам свою квартиру сравнили ее с другими квартирами представленным ваши вашем же районе и сделали выводы оценили свою квартиру насколько адекватно может по крайней мере попасть там с небольшой погрешностью ценник до которые присутствуют и более того как бы один из важных моментов то что потенциально покупатель который будет смотреть объекты недвижимости на этом он посмотрит то что в рынке в любом случае придет к вам посмотреть эту квартиру впоследствии этого как мы снимают объект понравится он предложит просто поторговаться на 200 на 300 тысяч то есть правильный денес что он также как вы будут будет смотреть сравнивать ваш объект недвижимости конечно конечно будет проходить сравнительная характеристика может он будет смотреть квартиру с разбросом там в 500 миллион плюс-минус да но в любом случае как вы будете уже в теме на там в рынке все посмотрим скажет так 6 800 6 900 7 100 6 500 все варианты осмотрим но это есть лоджия у этого в этой ремонт лучше будет соотносить планировка лоджия метраж качества ремонта видовые характеристики документы да немаловажно сыграет роль с органов опеки без органов опеки с долями без то есть простых условиях вы можете оценить свою квартиру даже если вы хотите потом обратиться в агентство недвижимости вы уже будете подкованы вы уже у вас будет предварительная оценка диму следующий вопрос как мы какого характера мы оценили нашу квартиру разместили ее на авито разместили на и малойся раскидали там можно по социальным сетям своим знакомым сидим ждем самый главный вопрос как понять то что вы оказались в рынке у нас есть какое-то движение по этой квартире что за этим должно вообще последовать какой реакции я должен ожидать но если ты просто не кладешь телефон эти постоянно звонят по этой квартире то наверняка ты оценил ее слишком низко слишком низко если я не успеваю мыть полы своей квартире после просмотра до соответственно нужно поднять почти наверняка если звонков там нету в течение двух недель или один есть но ну просто позвонили позвонили узнали там что почем да и все то значит ты слишком высоко ценю смотри на такой вариант допустим две недели нет звонков на я в рынке то есть моя квартира столь настолько же как как и квартиру там моих конкурентов стоит немножечко опуститься или может быть еще раз как-то пересмотреть там варианта с оценкой я бы порекомендовала сначала еще раз провести оценку так потому что вполне возможно просто не сезон много факторов на самом деле влияет на это может быть в этом районе там просто продается плохо может быть у вас очень дорогая квартира и ну естественно она априори продается не быстро ждет покупать да да то есть я бы еще раз сделал оценку прежде чем понизить цену ну и можно немножко поиграть со мной да там скинуть 200 300 тысяч посмотреть что зато получится хороший вариант еще по щупать рынок то есть вы выставляете либо максимально высокую цену либо это максимально низкую и сравниваете ну то есть по ощущениям как у вас звонки увеличилось и количество звонков уменьшают наверно после этого после этой фразы пощупать рынок наши подписчики в лице покупателей квартиры да просто начинаете проклинать потому что очень часто бывает как мы звоним там по объявлению да спрашиваем какие-то вопросы приходим смотреть эту квартиру мы говорим то что да устраивает на прикольно нравится и идем думать да говорят что нам и через там день-два там прям решение вам перезвоним перезваниваем продавцом говорит слушай что-то было столько народа дофига я решил поднять ценник на 200 тысяч рублей но я пощупал рынок хотел пощупать смотреть тот вариант который ты говоришь он правда не очень экологичный то есть вас никто не заставляет продавать за эту стоимость или приглашать вот все правильно точно хотел услышать да или приглашать даже на показы можешь сказать да я продаю за эту цену но давайте я вам перезвоню там через неделю друзья на этом по оценке мы закругляемся если у вас какие-то вопросы будем рады прочитать их в комментариях так до новых встреч подписывайтесь на канал следующая тема у нас будет документооборот мы расскажем про то какие документы нам необходимы в простую сделку и ждем ваших комментариях всего хорошего пока пока